приветствую вас уважаемые коллеги с вами снова стас быков и сегодня мы поговорим о том как выбрать себе хостинг и домен для того чтобы запустить ваш первый второй или очередной проект скорее всего если вы смотрите это видео то вы создаете свой первый сайт и я сегодня простым языком постараюсь вам объяснить как сработает хостинг как правильно подобрать домен и как их связать чтобы ваш первый сайт могли найти люди в интернете и так погнали я рвился по интернету готовясь к этому видео в течение наверно 15 минут искал картинку где показано взаимодействие домена и хостинга представляете я не нашел такой картинки в итоге нарисовал сам посмотрите на данные блок схемы и вы здесь увидите все взаимодействие зелеными квадратами показаны самые важные узлы это как раз наш домен и наш хостинг домен это имя сайта в интернете то есть например стас быков точка ру или youtube точка ком это называется домен второго уровня youtube точка ком и в следующий узел который нам важен это хостинг хостинг это пространство в интернете где хранятся различные файлы в нашем случае это файлы для сайта или движок сайт он же cms и так мы смотрим домен покупается у регистратора доменов файлы сайта скачиваются с официального сайта разработчика далее приобретается хостинг хочу заметить что не домен не хостинг большинстве случаев вы сами не создадите если еще хостинг продвинутые программисты могут себе сделать но домен вам не под силу поэтому в любом случае нужно будет воспользоваться сторонними сервисами о которых я вам сегодня расскажу и так мы домен привязываем хостингу через ns сервера я дали сейчас вам тоже все это покажу как делается чтобы вам было понятно сейчас просто объясню и так вы привязали домен хостингу и через ftp клиент загрузили файлы сайта тоже на хостинг таким образом у вас приклеился домен и когда вы переходите по этому домену он вызывает заставляет работать эти вот файлы сайта на вашем хостинге и запускается главная страница например и вы можете же не смс куда загружать а просто какой-нибудь файл в таком случае при переходе по домену вас будет просто структура файлов это конечно не безопасно в таком случае в различные вирусы могут но это все тонкости самое главное понять принцип работу хостинг это пространство в интернете домен это имя сайта таким способом вы их связали и теперь обычные пользователи вот здесь эти улыбки они просто переходят по домену и получают доступ к вашему сайту я думаю проще просто не объяснить как это все работает я заслужил лайк а теперь продолжаем более углубляемся в то как работает домен и как работает хостинг домен это имя сайта как вы уже поняли какие моменты нужно учитывать при выборе регистратора доменов самое главное что было удобная панель управления потому что вам нужно их и продлевать и оплачивать и те же самые нс сервера прописывать все это должно быть удобно моментальная регистрация доменов должна присутствовать чтобы вы при как только его оплатили сразу он чистился за вами и течение там 20-30 минут он стал доступен в интернете всем желающим имея ввиду доступен не в плане регистрация в плане того что они смогут на него перейти функция private person должна быть бесплатная но понятно что она должна присутствовать то есть когда вы регистрируете домен вы регистрируете его на свое имя и чтобы люди не могли просмотреть кто владелец домена обязательно должна быть функция private person также и взаимосвязано следующая возможность полное скрытие всех ваших данных вы же не хотите но в некоторых случаях это нужно делать например организация регистрирует домен или просто в и п или в реально хотите показать свои данные но большинстве случаев частное лицо не хочет показывать свой адрес вместо жительства свой телефон в таком случае регистратор доменов тоже должен скрывать дан эти данные но и система скидок при больших объемов потому что когда вы увлекетесь этим занятием покупкой доменов а я уверяю что вы войдете во вкус вы начнете их скупать очень часто и очень много и обязательно должна быть какая-нибудь привилегия на у регистратора доменов чтобы мотивировать вас оставаться на нем и конечно же покупать себе все новые новые доменные имена я конечно рекомендую вам хостинг to domains я им все время пользуюсь пока работаю в интернете регистрирую домен только там давайте сразу наверно покажу вот этот регистратор to domains здесь в праве прав поле регистрация домена вбивайте домен чтобы проверить доступен ли он ну вот видите стас быков уже занят но если мы ведем стас быков один в такой очень удобной форме вы можете проверить доступен или нет смотрите стас быков один доступен дальше вы просто регистрируйтесь на этом сервисе у вас появляется вот такой вот красивый удобный личный кабинет дальше переходите в раздела регистрат это зарегистрировать домен вписывайте сюда домен который выбрали нажимаете ну давайте сразу можно даже проверить даже который занят чтобы посмотреть как он от реагирует нажимаете проверить и вот здесь мы видим что стас быков один свободен он стоит 149 рублей стас быков он занят ну нажимаете регистрировать пополняйте баланс и все домены у вас будут здесь вот мои домены переходите в этот раздел я здесь скорее всего заблюлю чтобы вы не смотрели какие красивые домены я приобретал за все время работы в интернете но дальше здесь следующий момент вы здесь купили домен и теперь нужно сделать связать его с хостингом смотрите а здесь очень все удобно переходите в домен и дальше вы нажимаете управление dns серверами и здесь вот убираете использовать сервера регистратора и теперь вам доступны поля куда вы можете писать свои нс сервера не свои я конечно же хостинга как раз мы подобрались ко второму вопросу как же выбрать хостинг еще раз вернусь к той схеме сейчас медленно это сделаю просто в комментариях меня просили быстро слайд не щелкать чтобы не задрожало и вот мы вернулись к этой схеме домен мы выбрали мы его купили кстати здесь такое уточнение домены покупаются на один год и через год если вы его не продлеваете его может купить любой человек поэтому будьте готовы если вы их не продлили и их купит любой и лучше заранее об этом заботиться вот переходим непосредственно к хостингу хостинг место где хранятся ваши файлы тоже самое важное замечание на которое нужно смотреть чтобы была панель управления конечно же хостинге очень важно круглосуточная поддержка бывают случаи когда различные хостинги падают то есть ваш сайт становится недоступен на в течение минуты-двух возникает состояние такого тревожности и вам куда писать а звонить конечно в техподдержку звонить или писать и еще лучше если она будет помогать вам например перетаскивать файл из другого хостинга еще рекомендовать что-то подсказывать третий момент автоматическая установка приложений сейчас у современных хостингов эта функция уже встроена и поэтому очень важно с помощью нее я кстати в прошлых видео показывал и просто заходите установку приложений нажимаете установить смс q wordpress и в течение минуты она устанавливает создается база данных вам даже ну ничего не нужно вручную связывать все будет уже готово поэтому очень важный момент обязательно смотрите на стабильность работы чтобы оптайм у нее был хотя бы ну не меньше 99 99 возможность покупки домена да можно тоже прямо чтобы у хостинга была форма регистрации домена такое тоже доступно я конечно преследуюсь вот другой схемы которую вам показал но если домен будет возможность прямо покупать у хостера тоже хорошо и также пускай присутствовала бы партнерская программа потому что в любом случае когда вот вы сейчас начинаете но когда вы раскрутитесь будете разбираться вы будете уже рекомендовать своим друзьям знакомыми другим людям в интернете какой-то хостинг какой-то домен и вас должна быть какая-то партнерская программа чтобы вы получали вознаграждение это нормально то есть вы получаете за вознаграждение то что советует то чем пользуетесь сами если это все присутствует на хостинге просто цены нет этому хостингу все эти возможности есть у хостинга маг хост я вам его рекомендую реально стабильный хороший хостинг где работают отличные отличные профессионалы и в любом вопросе вам помогут сейчас проводится специальная акция для моих подписчиков в описании под этим видео вы найдете промокод на три месяца бесплатного пользования хостинга вы представляете три месяца бесплатно вы сможете пользоваться хостингом и посчитайте себестоимость вашего проекта купили домен за 150 рублей хостинг и все вот вы запустились начинаете тестировать свои фишки когда вы за все воспользуетесь хостингом махост вам нужно вот эти ns сервера обратите внимание ns1 ns2 ns3 ns4 нужно быть как раз прописать вот здесь вот в домене вот вы вписываете в эти поля ns1 ns2 ns3 ns4 нажимаете изменить и таким образом сейчас ваш домен привязался к хостингу то есть он перенаправляется на ваш хостинг далее что вам нужно сделать обязательно конечно регистрируйтесь на хостинге макхост сейчас потому что я именно по нему буду объяснять как поймать этот домен который вы направили на этот хостинг вы попали в личный кабинет я вы уже ну нажмите на паузу зарегистрируйтесь там очень простая регистрация и дальше вы попали в личный кабинет переходите в раздел сайты здесь вам нужно будет нажать добавить зарегистрированный домен на хостинг нажимаете на эту кнопку далее прописывайте сюда ваш домен вот берете его stu domains и сюда прописывайте и дальше вводите себе логин и пароль дальше нажимаете добавить так происходит регистрация все мы видим что сайт есть вот и лайкер медиа место под сайта он нисколько пока не занимает есть логин есть пароль то есть сейчас он подключается таким образом вы я думаю обратили внимание как все быстро произошло несколько раз повторите и вы станете просто экспертом в этом вопросе сейчас домен отсюда вот он домен привязался к хостингу течение где-то двух часов тире ну течение 20 часов два часа два часов в течение этого времени обычно в часа все происходит обновляется нс сервера в интернете и ваш сайт будет доступен на этом хостинге то есть вы перейдете по этому домену сейчас мы пока здесь видим хостинг регистратора но в течение нескольких часов он обновится и у нас будет здесь хостинг макхост здесь будет красоваться логотип макхоста думаю в принципе все понятно объяснил но я не я если я вам не скажу рекомендации которые я бы хотел вам сказать все эти рекомендации на основе личного опыта я очень давно уже занимаюсь созданием разработкой сайтов и конечно же чтобы вы не теряли много времени ошибки и сами не делали их я вам говорю эти рекомендации обязательно регистрируйте домен и хостинг на свои личные данные случае каких-то вопросов вы сможете защитить себя то есть вы сможете восстановить если что домен вы сможете его и продать и передать но обязательно на ваши паспортные данные включайте авто продление домена и хостинга это тоже момент очень важный бывают случаи когда вы не успели оплатить домен если тем более оплачиваете помесячно или в течение года и в конце года у вас какие-то дела появились вы куда-то улетели и не оплатили все доступ хостингу вас потерять также каких домену домен не оплатили он ушел свободное плавание купил тот и другой а если у вас там было ресурс и он был раскрученным уже то считайте вы уже его никак юридически не вернете потому что вы не оплатили его очень ответственно отнеситесь к этому вопросу всегда включайте где есть возможность подтверждения входа следующее для подтверждения в яндексе для продвижения в яндексе я рекомендую все-таки использовать доменную зону ру есть инфо есть и ком еще различные выход сейчас сотни просто доменных зон но если вы хотите чтобы ваш сайт продвигался в яндексе используйте только ру это моя рекомендация в небольших проектах есть у вас начинающий проект или у вас несколько проектов кстати на макхосте как раз на хостинге можно использовать по тому тарифу который маг 10 вы можете 5 сайтов сделать представляете 5 проектов своих но если вдруг у вас какой-то огромный ресурсов то меня например стас быков точка ру его посещает ежедневно около двух тысяч посетителей раньше было 6 то вам для этих целей должна быть отдельная vps к то есть виртуальный выделенный сервер если на хостинге у вас отдельное место и вас на этом хостинге может находиться около пяти сайтов с одним айпиш ником то она в виртуальном выделенном сервере у вас собственный ip адрес и в случае какой-то дос атаки для чего на другие сайты то ваш сайт будет стоять потому что у вас будет виртуальный выделенный сервер но на макхосте естественно это тоже есть все-таки уважающий себя хостинг надеюсь сегодня все понятно объяснил вроде все простым языком даже для новичков я думаю будет просто если есть какие то вопросы то конечно же пишите в комментариях поставьте лайк этому видео если вы узнали сегодня какую-то полезную информацию подпишитесь на канал если первый раз вы на моем канале здесь я говорю об интернет-бизнесе о продвижении создание сайта вообще обо всем что интересует людей которые хотят продвигаться в интернете а с вами был стас быков до новых встреч пока пока